Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это выпуск рубрики «Лёша смотрит». Только что мы вышли с пятой части «Пиратов Карибского моря». Боже мой, уже пятый фильм они наснимали о пиратах. Они — это Джерри Брукхаймер и компания во главе с Джонни Деппом. Ну, что сказать? Не знаю, видимо, мне это уже дело поднадоело. Я уже даже зевал во время фильма. И не сказать, чтобы фильм какой-то прям уж скучный. Но, откровенно говоря, все «Пираты Карибского моря» они как-то по одному и тому же сценарию происходят. Сначала Джонни Депп в своей манере кривляется, потом узнаётся о каком-то артефакте, который надо найти. Дальше идёт погоня за этим артефактом, и при этом существует некий протагонист, который ещё и монстр к тому же, против которого надо бороться. И как-то это уже всё так немножко поднадоело, с одной стороны. А с другой стороны, сделано красиво, спецэффекты замечательные. Да, ну, хочется чего-то уже более оригинального, если уж так говорить. Актёры одни и те же из серии в серию. Да, тут в этот раз есть некоторые новые лица, но игра — это не всё равно то же самое, что и все в всех предыдущих сериях. Есть места, где можно посмеяться, есть места, где можно смахнуть слезу, но тем не менее фильм какой-то похожий на все остальные пираты Карибского моря. Вот, честно говоря, если бы эта франшиза ограничилась бы только одним фильмом, самым первым, наверное, он был бы культовым. Но так как это всё растянули на пять серий, вот таких сериалов, одно дело, когда там «Гарри Поттер» — девять фильмов, но каждый из них про разное, да? «Звёздные войны». Ну вот, «Звёздные войны» опять по кругу пошли, да? Вот можно сравнить, что... Ну, тут хотя бы по кругу трилогии. «Пираты Карибского моря», по-моему, каждый фильм про одно и то же. Опять тот же «Барбос». Ну, да, сейчас Хавьер Бардем в роли Салазара что-то типа оригинальное, но неужели он сильно отличается от того же Дэвид Джонса из первых трёх частей? Не знаю. Ну, опять хотят заработать деньги на раскрученном имени «Пиратов Карибского моря». И уже ощущение, что и Джонни Тэп как-то так играет одно и то же, и все остальные, ну... Я не знаю, я не рекомендую идти на этот фильм. Как мне кажется, как приключение, так, по-моему, лучше пересмотреть первые фильмы «Пиратов Карибского моря». Как что-то новое, так вот точно нового ничего нет. Если вы вообще никогда не смотрели «Пиратов Карибского моря», тогда да, возможно, вам будет интересно. Хотя всё равно в фильме куча отсылок к предыдущим частям, и что этот компас значит, и... Ну, небольшой спойлер, хотя вот с самого начала в фильме участвует типа сын Орланды... Героев Орландо Блума и Киры Найтли из первой части. То есть... Вроде бы, как зритель должен ему сопереживать. Он, видимо, смотрел в будущей части, помнит о любви этих двух героев и что у них сын есть. Хотя, с другой стороны, сын уже такой взрослый, а Джонни Депп нифига не изменился, что... Да и Орландо Блум с Кирой Найтли... Да, внимание! Кира Найтли, Орландо Блум участвуют в этом фильме. Представьте себе. В общем, такие смешанные у меня впечатления от Грандов Карибского моря. Не то, чтобы я пожалел, что на него сходил, но можно было и не ходить. Можно было дома посмотреть какой-нибудь фильм, скачать или какой-нибудь сериал. по-моему, по-моему, я бы ничего не потерял. То есть, по сравнению даже с недавними Стражами Галактики, Стражи Галактики на меня намного более сильные впечатления произвели именно как экшен и как приключенческий фильм. Так что, я не рекомендую идти на последний фильм пиратов Карибского моря. На этом все. Вы видели и слышали Лешу Калецкого. Смотрите интересное кино. Лешу Калецкого.